привет с вами андрей у нас паза знака код собственно совет от разработчиков каждый элемент тяжелого доспеха делает вас на 0 5 пунктов медленнее когда вы не имеете наукой на 0 25 мм когда он у вас есть соответственно тяжелого доспеха вообще по сути они менее выгодны исключение ски там зачарования них присутствует полезны для вас данного либо если у вас есть проворства так называемый навык который увеличит ваш скорость движения скорость атаки поэтому с помощью этого навыка то вам более комфортно будет взаимодействие большинство случаев проворства получается с помощью сапог скорости но опять же еще надо найти вот так собственно в целом по своему персонажу чтобы имели представление мы имеем 20 уровень у нас персонаж мужчина человек монах по характеристикам собственно вы видите у нас все характеристики 20 кроме ловкости разумеется и харизма на 19 получается карма 800 но это карма не критичная у нас на плюсовая в любом случае пока что питание тоже 800 скорости максимальная 8 и 8 атака 17 с руки защиты 62 сопротивление у нас большинство сопротивления 100 процентов кроме распада распада у нас 92 процента по талантам у нас собственно большинство талантов присутствует какие-то лампи как видне невидимого то есть мы можем видеть не у него жизни стойкости сопротивление болезни заведенное пищеварение это у нас мы вы просто меньше кушать каннибализм вы можете кушать свою расу без дебафов такие как раздражение а а раздражение это увеличение респауна мобов то есть на высоких уровнях это прям пипец как критично контроль превращения вы можете контролируемо обращаться в какое-то существо контроль телепортации можете контролируемо телепортироваться куда-то мерцание вы можете переместиться через одну ну чуть реже две клетки шель необязательно должна быть видимая в отличие от прыжка которые вы должны если будете перепрыгивать то конечная цель должна быть видимая вы должны видеть конечную цель собственно талант отклонения позволяет вам игнорировать большинство стрел которые у вас летят также дает две единицы защиты на талант отражение отражает взгляды лучи от вас направленные вашу сторону талант оценка позволяет вам оценить ваши палочки инструменты количество заряда которые у них есть данный момент которые остались после использования то есть это эффект постоянный талант подсматривания позволяет вам видеть ваших друзей врагов всех мобов вокруг вас во тьме то есть вот как например сейчас вы видите правый нижний угол я вижу торговца если с помощью таланта подсматривания талант поиск автоматизирует поиск тем самым позволяя вам более эффективно ходить и искать талант полет позволяет вам летать над большинством ловушек за исключением одних самых опасных которые вы не сможете такие как ямы например ямы с кольями так называемые ловушки переходные ловушки и так далее вот талант превращения позволяет вам превращаться в кого-то ну собственно но для того что превратиться в кого-то вам нужно убить сначала что не во всех существ можно превратиться поэтому желательно используйте вместе с талантом превращения использовать контроль превращения там предупреждения предупреждает вас наступающей вас угрозе работает это во тьме то есть вы видите в темной области что что к вам идет о знаке вопроса зависимости от света них будет уровень плюс-минус но на высоких уровнях в большинстве случаев уровень один и тот же плюс-минус поэтому может быть не критично талант проворства которое мы говорили ранее увеличит вашу скорость движения скорость атаки собственно а он рассчитывается по принципу ваша стандартная скорость с которой вы начали за исключением наказания замедлением то есть грубо говоря например у человека скорость 5-0 либо у эльфа соответственно талант проворства делит вашу текущую скорость на 2 получается два с половиной и прибавляет к вашей начальной скорости то есть это 70 половиной скорость бы если вы будете начнете с талантом проворства то про прыжкам я уже говорил регенерация здоровья регенерация здоровья здоровье ваше быстрее восстанавливается ну что очень полезно в длительных боях особенно если вас не сильно бьют если вас сильно бьют вам это не поможет то также есть и регенерация здоровья но у нас точнее не здоровья а магии но у нас ее нету она ее только у конкретных рас либо на амбулете свобода действия позволяет вам в большинстве случаев игнорировать сопротивление замедляющим вас эффектом талант скользкий позволяет вам избежать захвата ваших врагов то есть у вас например те же кракены либо не на кинцов медведей хищные обезьяны много в общем обме те же мимики вас не могут схватить и за счет таланта скользкости они просто не смогут этого сделать а талант скоритость позволяет вам подкрасться незаметно к вашим врагам тем самым вы практически вплотную они только по самым современным проснуться что может помочь нанести неожиданный удар особенно если у вас есть невидимость они в вашей воде его не то он спасение жизни твои там встать на месте гибели очень полезный талант в основном используется и в виде амулетов реже что-то другое используется она после собственно срабатывания таланта амулет исчезает то он сели кинец позволяет вам к вам телепортировать предметы которые находятся ну в группы рядом с вами вес предметов насколько мне известно я телепортировал программ до 30 возможно можно больше не знаю но валуны точно мне получалось перри партировать то есть валуны не на сколько весят но у меня не получалось и телепортировать но большого предметов получалось или перетену те же сундуки я телепортировал там телепатия позволяет вам когда вы слепы и здесь врагов у которых есть разум то есть на нежить на существ у которых нет разума и как амебы и так далее а либо мимики например те же самые но мимика в стрессе вы увидите а нежить это какие-нибудь мумии зомби и так далее талант телепортации собственно можете телепортироваться с контролем телепортации делать это более эффективно талант ускользания позволяет вам видимым ну то есть вашим врагам по вам реже попадать то есть позволяет вам просто скажем так называемое уклонение от ударов уклонения короче говоря очень полезный талант рекомендую использовать талант ясность защита от смятения ну и больше случаев защита от галлюцинации от амнезии очень полезный талант крайне редкий талант и на мой взгляд один из самых полезных потому что защита от амнезии на высоких уровнях и очень много амнезии поэтому очень важно ее использовать собственно по навыкам у нас арбалеты умелые верховая езда на уровне мастер собственно максимальный уровень прокачки это уровень чемпион собственно пау по уровням бывают чтобы вкратце имели представление бывает уровень неумелый бывает дальше идет умелый уровень специалист эксперт мастер и чемпион собственно вот имеется до уровня прокачки чем выше уровень прокачки владения каким-либо видом тем более эффективно вы будете взаимодействовать вам больше бонусов в это будет давать вот например тот же эксперт вызова нам больше мобов будет призывать либо более эффективный класс длинные копья например на уровне чемпион это значит больше урона мы будем носить длинными копьями жречество на уровне чемпиона это означает то что у нас просто будет более сильные касты магии на более ну иногда длительные пробежки времени на жречество это не работает хотя нет на регенерацию здоровья это работает кирки на уровне умелый чемпион на уровне на копьях легкий доспех и чемпион ловушки чемпион луки на уровне умелый некроманти кир måste уронщить игр Temple а граждение магия на уровне специалист очирование магия на уровне и мастера а предсказания на уровне специалиста ремесло на уровне специалиста чемпион рукопашный боли средний доспехи уровень чемпион тяжелого оклинки на уровеньcha и чтение на уровень Мостера вот этом с нами находится наш боевой конь. У нас он 15 уровня в данный момент. У него сопротивление вытягивания сил 92 и кислота 51. Также окаменение 50. Он у нас является травоядным существом. Наш персонаж является всеядным существом. Чтобы узнать, что вы можете конкретно есть, ну, собственно, это я чуть позже расскажу, если не забуду. Вот. По сопротивлению собственного коня. Огонь, окаменение 50%. Кислота 51. Вытягивание 92. Огонь 100. Сон, холод, шок, я 100%. У него получаются таланты. Жизнестойкость, контроль превращения, оно временное. Она в виде кольца. Контроль телепортации постоянный. Невидимость тоже вроде как постоянная. Талант отклонения постоянный. Талант отражения в виде амулета мы ему дали. Талант полет у него постоянный. Регенерация здоровья в виде кольца он на нем одет. Как бы смешно ни звучало, как на лошади можно надеть кольцо. Вот. По навыкам у него легкие доспехи на уровне мастера, чтение и плавание на уровне неумелый, средние тяжелые доспехи у него на уровне неумелый. Собственно, он бьет 36 удар дробящим и колющим уроном. Ну, в принципе, вот. Вкратце я вам рассказал по экипировке, чтобы вы имели представление. У меня эльфийское копье одето, щит благословленный, и люминар. Это мы выбили с медузы. Артефакт он является. Ну, по сути говоря, источник света. Рукавица ловкости, которая увеличивает вашу защиту за счет ловкости. Если бы взяли рукавицы силы, у нас бы увеличилась немножко атака. Орчий шлем. Ну, он начальная характеристика плюс один, соответственно, плюс пять всего лишь. Ну, шлем слабоват, конечно. Благословленные очки. Вот, собственно, талант ясности, который ей дает. Талант спасения жизни, про который я говорил ранее. Ускользание. Который тоже говорил ранее. Футболка. В большинстве случаев ее можно получить, как и гавайскую рубашку, можно получить со стражников. То есть, форт Лугиос. Если вы будете проходить, они наверняка там вы его сможете найти. И не одну. Дварский метриловый доспех. Ну, я думаю, понятно по названию. С дварцев его можно взаутать. То есть, в гноме и в копиях, которые самые начальные у вас локации до пятого уровня, вы сможете их получить. Регенерация. Это рандомная. Кальций свободы действий, собственно, тоже присутствует. Сапоги Скоррхолда, о которых я говорил ранее, увеличивают талант проворства, увеличивают скорость движения. Продуктовый паёк, собственно, еда. Ящерица снимает ошеломление, окаменение и смятение. Вы можете это увидеть. Поэтому мы ее с собой таскаем. Алмаз. Просто драгоценный камень, который можно продать торговцам. По зелиям. Большое количество зелий. Ничем они особо не примечательны. Единственное, тут стоит, наверное, остановиться на зелье алкоголя. Она снимает испуг, если на вас его кидают. Очень полезно. Также смятение вам тоже может помочь, если вы хотите что-то восставать на себе. В смятении, но в большинстве случаев используется заклинание. Либо вот, собственно, зелье смятения. Скорость, временная скорость. Левитация. Левитация менее эффективна, чем полет. Талант контроля, ну, кольцо контроля-предращения, в большинстве случаев для коня. Мы его храним. Нам, потому что оно не нужно уже. Свиток Ужаса распугивает ваших врагов. Призыв и призывает врагов. Его в идеале смейт. На высоких уровнях призывать врагов сомнительное решение. Там могут очень сильных врагов призывать. А телепортация телепортирует вас по уровню. Если есть контроль, соответственно, более эффективно. Если Свиток проклят телепортации, то вы, скорее всего, упадете на уровень. Да, собственно, как вы видите, телепортация, нефиксированный один переход. Соответственно, мы просто прыгаем на уровень ниже. На самом деле, с помощью телепортации можно было бы попрыгать. Но в большинстве случаев, если мы будем выходить, что возможно, будут уровни защищены от телепортации, либо они будут, скажем так, не давать нам этого делать. То есть, какая-то магическая сила вам будет не давать этого делать. Так называемый амулет вам не будет нам давать эту возможность сделать. Кирка, так называемый пикакс. Полезная вещь позволяет менять ландшафт местности, что очень полезно. Рог не на руках позволяет вам снимать себя негативные дебафы, в большинстве случаев, кроме болезни. При снятии болезни у вас он сломается. Свисток взаимодействия с питомцем именно волшебный, крайне эффективен, обычный, не особо. Также можно использовать эвкалипт. Если вы его найдете, либо скрафтите. Тоже для взаимодействия с питомцами. Мухобойка против насекомых очень эффективная. Повязка на глаза, он там телепатия работает. Сумка хранения. Ну, собственно, мы хранили здесь вещи в основном, ну, разных типов. Волшебный маркер мы пользовались в одной из версий. это, это, собственно, написание рандомных книг и свитков заклинаний. Именно рандомных. Тратится один заряд, собственно, на написание. То есть, предмет не уничтожается. Деревянный кол эффективен против вампиров. Можно, кстати, как вариант его использовать. Шипы мы просто таскаем с собой для замедления земных врагов. То есть, кто... Рог изобилия дает разные предметы. В большинстве случаев это большая часть еду либо неким шансом зелья. Ну, по палочкам. Тут, наверное, самые эффективные это, наверное, палочка превращения, палочки лечения на случай, если у нас не сможем вылечиться, и палочки сна. Ну, чтобы, если враги не сопротивляются сну, мы могли их усыпить телепортация. Ужас тоже про... как и свитков ужаса более эффективен. Собственно, эльфийское копье дополнительно плюс один и дживелин, который является метательным оружием. Собственно, предисловие закончили, переходим на 39 этаж. Чтобы помолиться, используйте... Ну, на самом деле, вы просто можете нажать на свой персонаж, и у вас будет горохо помолиться. Мольба стоит 250 кармой больше. Соответственно, вам нужно максимально, чтобы эффективно ее использовать, вам нужно много иметь кармой. Кармой получается в основном за счет убийства мобов. Давайте посмотрим, открылась ли нам карта. Да, нам карта открылась, собственно, отлично. Мы видим уже переход. В принципе, вот тут, как вы видите, две... один чердак, а второй этот... он называется... склад, скорее всего, либо клад. Видим зельца, давайте его поднимем. Зелья гульсунации является хорошим источником для зельев воды, по своей сути, бесполезна. дриада. Дриада полезная вещь, она на начальном этапе может дать вам очень сильного союзника. Если вы найдете яйцо и не сможете его активировать, дриада и сможет это сделать, вот, например, за 100 кармой. Также она может благословить предметы, что очень полезно, и усилить уровень вашего союзника. Но мой союзник уже перекачанный, и поэтому уровень у него не усиливается. Как, собственно, и у вас тоже самое. Давайте посмотрим, сможем ли мы туда пройти. Нет, мы туда пройти не можем. Это очень странно. Король этих. Ему нужно дать страх, и там, кстати, еще один король идет. Отдаем великану безмогу я для того, чтобы он поменьше пасковал на меня мусором. И очень важно дать ему ужас для того, чтобы он просто нас не атаковал в мире. Он потерял испуг, давайте ему дадим ужас. По сути, его можно есть, он полезный, он дает силу, если не ошибаюсь, да, и уменьшает интеллект. Также вы можете сопротивление к огню получить, если вы поедите. Давайте отпинаем этого эльфа. В большинстве случаев у эльфов они, видите, они быстрые, у них скорость 5.0, судя по всему. Из-за этого мы дадим его догнать не можем его. Дадим ему замедленное. Собственно, саламандра ничем не примечательно, насколько я знаю, он вроде как привязывает вас к месту. Да, но у нас талант польский, поэтому саламандра нас не может привязать к месту. обезьяна. Обезьяна ничем не примечательная. Гнилой священник зареспаунулся, это очень плохо. Я священников недолюбливаю, он 100% на вас верховный священник. В большинстве случаев это изделие благословленной воды. Даже если это не оно, в любом случае его можно будет благословить. он является наемником, но по своей сути наемником не особо сильно. Как вы видите, мы сквозь большинство ловушек с помощью таланта полет пролетаем. Собственно, мумия, она дает вам, не вам, а мумия получается какая-то палочка. Потому что за палочка мумия заражает вас болезнью. Отпугивание нежити. Но нам она не актуальна. В большинстве случаев палочки от пугивания нежити если хотите превратиться в вампира, ну, кстати говоря, как вариант ее можно чисто из-за вампира взять, но проблема в том, что мы ее нужно съесть для начала для того, чтобы превратиться в вампира, а она наверняка какой-нибудь материал у нее прям ух. Давайте посмотрим, что за материал. Это стекло. Да, тут без шансов. А, стекло, насколько мне известно, достаточно верховный эльф, точнее высший, но ничем особо не примечательный. Есть их можно, если вы не являетесь эльфом, либо у вас есть талант каннибализма. Собственно, сумка носильщик это шикарная сумка, она нам в любом случае нужна. Для чего она нужна, чтобы получить для лошади талант скользкий? Как вы помните, нас в одной серии убили именно потому, что лошадь вылезла из таланта скользкий. каменный голем один из очень тяжелых големов. Вот почему не стоит в самом начале открывать саркофаги, потому что вы можете отреспаумить себе каменного голема, который вас просто похоронит там. Убежать саркофаги, можно, но в большинстве случаев и не успеете его сделать. Палочка бесполезности, я думаю, нам не нужна, как и роба. Собственно, давайте полечим нашу лошадь. Она по хп просела. Кстати говоря, чешуя дракона. Синий дракон, один из самых полезных драконов. Он бил бы да, я слишком жалкий. Дадим ему испуг, так и же он убес. Этого короля нужно замесить. У нас они, конечно же, будут пытаться как-то быстрый короля. Короля нужно убить, потому что он тупо начнет респаунить нам еще много мобов. Ясно. Нам мешают, нам лошади дали смятение. на самом деле очень важно иметь защиту от формы, смятения, ошеломления и так далее, потому что разные враги разные эффекты кидают на вас. Собственно, у него свиток воды, но вода нам особо не актуальна. свиток воды может снять вас с наказанием. Если вы его прочитаете, также вы на начале если его съедите, можете обратиться в сильное существо. Телепортации как вариант нужно взять, но единственное для телепортации нужна упроклятая вода, либо использовать ее в смятении. Забьем эльфов для того, чтобы они нам просто не мешали, чтобы просто мы двигались дальше. Убили этого несчастного эльфа, убили второго эльфа. На самом деле эльфийское снаряжение одно из самых полезных. Он пытается палочку сна ударить, но это плохое решение, потому что она все равно на палочку сна. Хотя нет, у него магия, видимо. Не палочка сна, я ее машу всем. Собственно, гарпия, она бьет болезнью, в большинстве случаев вы, если не сопротивляетесь болезнью, вы можете получить много дебаг от нее. Самое мерзкое, конечно, это мобы с оживлением предметов, потому что это просто отдельная история. Более дневых существ еще надо встретить, потому что если у вас есть экипировка, они ее просто воскресят на вас. Поэтому им надо как можно быстрее давать тишину. Если вы не дадите им тишину, это просто для вас закончится клачевно. Огромное количество ловушек здесь. Безделушка по понятным причинам нам не нужна. С помощью магии открывания школы преобразования мы кастуем магию открывания и смотрим, что у нас находится в ящике. Палочка превращения давайте ее заберем. Еще одна ловушка амнезии одна из самых опасных ловушек на высоких уровнях именно поэтому стоит использовать талант ясность. Особенно если вы не ездите верхом на лошади. Если я правильно вижу в единорогу очень высокая скорость. Давайте мы дадим замедление. Замедление у нас находится в шкуле очарования. чтобы просто единорог ходил пореже. Ну и в любом случае школа пегаса давайте съедим для того, чтобы просто восстановить баланс сытости немножко. Посмотрим, что у нас палочка запирания. На самом деле палочка запирания полезная палочка. Она качает навык взлома. Ну разумеется с неким шансом, но все же. Поэтому мы ее в любом случае подбираем. это мум мак если не ошибаюсь. Это очень сильное больно бьющее чудо, которое нужно замедлять для того, чтобы он можно меньше в оборон унес. Если оно очень опасное, страшное, то его вообще нужно если я не ошибаюсь, дезинтегратор к нам копает. Давайте посмотрим поближе. Да, это один из самых опасных мобов. Он бьет распадом. чтобы вы понимали, такое распад. Распад это он просто сломает все ваше снаряжение к чертям. Его надо бить только на расстоянии и молиться, чтобы это расстояние его убило. Также дать ему ужас, чтобы он просто не пытался бить. Его нельзя бить вплотную, потому что он его ответный удар и он просто вам такую гадость сделает. Дезинтегратор один из самых опасных мобов. Королева пауков, собственно, опять же, наверное, как и хреново тонного пауков зареспаунит. Давайте посмотрим, что у нас есть в магазине. В магазине у нас, в принципе, ни хрена нету, как, собственно, и ожидалось. Хранитель огня, как я говорил ранее, крайне мерзкий моб, потому что в большинстве случаев все наемники, против которых вы будете стоять, они на вас агрессируют рано или поздно, поэтому очень важно, чтобы вас лучше их убить самим. Не ждать удара в спину, потому что если вы дождитесь удара в спину, это будет печально для вас же. Давайте узнаем духовный статус всех вещей, для того, чтобы просто иметь представление о том, что оно и все представляет. Наша удача также смыть все ненужные нам изделия, у нас для этого присутствует вода. Непромокаемый плащ, кстати, талант скользкость, но проблема в том, что его нужно одеть. Не знаю, попробуем надеть на лошадь на нашу, потому что очень важно, чтобы наша лошадь просто не получала урона от скользкости, потому что это откровенный тренгец. А чтобы вы понимали, давайте воду смывать, я думаю, нет смысла, чисто для атака не этой воды. Вода, кстати, оказалась непроклятая. выкинули всю воду, наверное, даже вместе с алкоголем, я не думаю, что нам испуг дадут. Давайте посмотрим по свиткам, чтобы их тоже смыть. Призыв, как я говорил ранее, смываем обязательно, потому что это просто мерзкий свиток. один из самых мерзких, вы можете вообще увидеть на всяких уровнях. Причем мобы не будут стесняться им пользоваться. Еще одна ловушка. Там магии. Давайте ее деактивируем. Побьем тут кромсатели, убьем наги. Тут нам подползает черная. Ничем особо не примечательны мобы. Единственное, черная нага может вам трудности доставить. Кромсатель не особо силен, он медленный. Из его медлительности вы его очень быстро убьете. Давайте попробуем выкупать, посмотреть, что у нас здесь находится. какой-то свиток лежит. Посмотрим, что он неопознанный свиток. В теории мы можем его прочитать. Я думаю, для нас это не составит проблемы. Но в большинстве случаев, если свиток не прочитан до этого был, не прочитать. Это палочка копирования. На самом деле свиток копирования это полезный свиток, если ему уметь пользоваться. Собственно, клад. Клад это просто комнатка 3х3 с большим количеством сундуков и этим по центру. Ничем особо не примечательная комната. Обратите внимание, у нас паёк напал. Ну, паёк не особо страшен. Он просто как и все мимики, но он не привязывает к месту. В чем его огромный плюс. Давайте деактивируем все ловушки здесь. Рекомендуется, когда вы будете проходить патос на хак версию, рекомендуется прокачать снятие всех ловушек для того, чтобы вам на высоких уровнях ловушки не доставляли никаких проблем. Иначе у вас получится так, что вы просто не сможете. Вам огромные проблемы будут доставлять ловушки. Просто кастуем магию открывания. Если у вас нет магии открывания, стоит использовать палочки для открывания. Если у вас нет этого, тогда стоит просто использовать ключи. свиток просветления неплохой свиток, как вариант его можно прочитать. На начале я рекомендую этот свиток благословлять для того, чтобы узнать вот про скелетный ключ. только говорил для того, чтобы узнать зелья и свиток амнезия. Это один из самых страшных свитков, которые вы могли прочитать. Крылатые сапоги и высокие. Крылатые сапоги дают талант полета. Высокие сапоги дают плюс два защиты. дыня и просто еда эффективная для эльфов и двуручный меч ничем особо не примечательный. Если вы не специализируетесь в двуручных мечах, то для вас это бесполезное оружие. Они если ошибаюсь тяжелые клинками называются. В любом случае она собственно у вас тут еще один предприниматель присутствует. Это чердак если не ошибаюсь называется. На чердаке очень много народу причем много это мягко сказано народу там просто дохрена. Королева пугов к нам ползет но все таки ее сможем обойти а у нас также присутствует ловец в идеале его обойти ловец это поглощатель который будет вас пытаться съесть и переварить при этом чтобы от него избавиться в идеале конечно не подходите не плотную но это в идеале свиток зарядки один из самых полезных свитков благодаря свитку зарядки вы можете ну во-первых зарядить свои предметы получить некоторое количество дополнительное энергию так же вы можете получить сопротивление шоку если вы травоядное то есть что забьем это животное блуджетерий какой-то ни с чем особо не примечательно тут самое страшное это желе будет широкий короткий меч нам не особо актуален это взрослый синий дракон мы все так у нас видели свиток волшебной картографии как вариант можно будет сейчас на последнем уровне его прочитать зелье подсмахивание можно смывать смело блестяшка если не ошибаюсь размножается при ударе да она бьет шоком на самом деле если у вас нет сопротивления шоку как вариант блестяшки накидать но у нас как вы видите шок есть сопротивление поэтому для нас блестяшка не актуальна у нашего персонажа также он присутствует причем вы по сути сами себя будете убивать это водный громила на большинстве случаев он ходит по воде пушить его можно ничем особо не примечательный вихрь ничем особо не примечательный единственное в него можно превратиться как вариант палочка холода ударная палочка стоит подобрать остальное тут в принципе ничего интересного возвращаемся на 39 этаж заклинание изучается путем чтения книг найденных подземельем как вариант попробовать если мы найдем как видите мы тут могильщик но могильщик нам не особо на самом деле могильщик полезный моб собственно тут важно с дезинтегратором не встречаться тогда проблем не мрачная могилка собственно в большинстве случаев на мрачной могиле можно получить скокуна за 1000 кармы один из самых полезных скокунов один из самых сильных скокунов если вы его получаете в большинстве случаях проблем по игре у вас не будет потому что в большинстве случаев если вы сможете его сохранить давайте прочитаем свиток просветления мы узнали о рубине мы стоим над водой давайте дропнем зелье подсмашивания и поднимем зелье воды посмотрим это не было непроклятое зелье подсмашивания нам в принципе не актуально давайте посмотрим что это за свиток и это вода но свиток воды нам не актуален давайте двигаться дальше серебряный дракон один из самых сильных драконов и он с сопротивлением отражению идет в большинстве случаев давайте не снимем проклятие с себя из предметов которые рядом с нами находятся с помощью заклинания снятия проклятия но проблема в том что мы сняли проклятие с воды у нас собственно набор консервирования который в принципе не особо актуален он повышает вашу питательность польская ловушка одна из самых полезных ловушек на точнее так сказать не полезных а самых мерзких ловушек которые вы вообще могли встретиться на самом начале игры она постоянно вам будет мешаться пока у вас нету очень сильного навыка снятия ловушек вам она будет мешаться собственно кожный доспех кольчуга нам не интересно давайте поедим в идеале превратить нашего лошадь в существа которое смогло бы съесть сумку хранения сумку носильщика сумка носильщика у нас является тканью поэтому нам нужно искать если не копия чтобы ткань была возможность съесть давайте посмотрим есть ли вообще у нас такая возможность заходим в помощи смотрим кто у нас может съесть ткань но скорее всего мы всех загеноцидили давайте это еще раз убедимся в этом ткань это у нас биоядный и материалоядный как вариант попробовать обратиться в куб но проблема в том что у него нет разума ткань по идее мы съесть не сможем скорее всего да скорее всего мы ткань съесть не сможем мы сами съесть сможем ткань но нам нужно чтобы лошадь съела ткань в идеале сможем ли мы кстати на лошадь так же можно и одеть шапку нашу шапку в идеале ей просто отдать сумку носильщика нам стоит выкинуть потому что существа ну получается амебные существа они не контролятся шапки нету самые полезные вещи ее и нету представляете была шапка у нее был попроще на самом деле нам в идеале конечно лошади шапку тоже дать не свою кстати можно как вариант драгоценности продать у нас три штуки или четыре дара в принципе можно переползать на следующий этаж главное с дезинтегратора случайно не встретиться дезинтегратор это очень мерзкий моб и от него лучше сваливать потому что если у вас особенно нет раз разделения к распаду бить его только на расстоянии и молиться чтобы если вы у него кидаете снаряжение просто вау он бьет если не ошибаюсь магией магией давайте посмотрим почему я геноциджу всех големов для того чтобы просто да он бьет именно волшебный стрелок и волшебный стрелок является магией загеноцидить его не получится потому что во первых у нас нету сверху геноцида а в принципе у него присутствует сопротивление к магии он дал какой-то шарик стеклянный шар сложно сказать что он из себя представляет давайте погадаем собственно это кристальный шар он запасы раскрывает но нам опять же они не нужны при поедании кстати есть шанс получить поиск поиск полезный есть с помощью этого шарика я железный голем если не ошибаюсь его зовут давайте посмотрим как именно его зовут амифриловый голем ну достаточно тяжелый голем в любом случае он бьет холодом и расколдовывает ценность охренеть на самом деле это очень плохо то что он расколдовывает ценность из-за этого нам придется ее опять заколдовывать давайте посмотрим на свой арбор класс чтобы у нас 62 чтобы у нас цифры не убежали дадим ему замедление он ударил холодом ну ни хрена ты выгибал что вы понимали у меня только что я сломал себе доспехи ну не доспехи а оружие на минус 2 у меня оно теперь у меня нулевые копье ну благо у меня публикатик вроде был в идеале вообще его бить руками потому что ну опять же а этому надо давать замедление для того чтобы он просто не убежал чтобы вы понимали кто это это вер веробороти если не ошибаюсь вер волк но он призывает волков если вы не за не дадите ему либо муд так называемый тишину либо смятение не дадите ему тогда он просто на вас призовет что касаемо мифрилового меча хорошая вещь но для нас он в принципе бесполезен в идеале не знаю получится ли одеть на нее талант скользкий не знаю лапоплощу давайте попробуем поесть немножко поели сможем ли мы лошадь превратить не знаю сложно 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 поделали лошадь против человека одеть ей свой шлем да на лошадь можно одевать шлемы как узнать вообще что можно одевать на лошадь вообще в целом ну как вы поняли медальоны одеваются кольца тоже одеваются то есть в этом вопросе проблем нет никаких от слова совсем в большинстве случаев у него собственно читайте графу анатомия тут у него присутствует голова разум что очень важно глаза уши голос конечности кровь теплый верховой собственно это очень важная строчка почему потому что в большинстве слов вы можете представить о том что видит либо слышит либо может что вы можете одеть вот например та же голова это означает то что вы на его голову можете одеть тот же шлем то есть снять с себя шлем и просто одеть на него шлем тот же разум позволяет получается вы сможете если вы хотите в лошадь вы сможете контролировать съедание что-то конкретного но если обратись в амебу вы не сможете потому что у него нет разума те же глаза это говорит о том что вокруг вас темноты просто не будет и вы будете видеть куда вы двигаетесь дальше если обратитесь в лошадь талант уши ну не талант а анатомия уши это говорит о том что лошадь просто слышит о том что вокруг происходит голос она просто может ржать у него это сверху подписано Собственно, конечности, это копыта, я думаю, и так понятно. То есть, ей можно отдать как ботинки. Ну, наверное, ботинки не получится отдать, но факт в том, что, как вы поняли, можно отдать кольца. Автоматическое сохранение позволяет вам вернуться на то место, с которым вы закончили. Очень полезная вещь. Рекомендую перед выходом, когда вы закончили играть, рекомендуется именно сохраниться, а потом уже выходить. Собственно, кровь это, скажем так, что-то свеженькое. Такого раньше не было, но факт в том, что это кровоядное существо, которое вам... То есть, когда вы... Если вы играли вампиром, например, то если бы вы убили эту лошадь, вы смогли бы съесть ее труп. Потому что труп является... Ну, кажется, из крови был сделан. Ну, что касаемо теплой, честно говоря, я до конца не понял, потому что, ну, тут... А верховой, собственно, вы можете просто ее оседлать. Ну, то есть, ездить на ней верхом, как я сейчас сделаю. Так же могу спешиться, если это необходимо. Давайте попробуем еще оборотня запинать. И на этом, наверное, будем заканчивать. А, собственно, паук-оборотень, ну, он ничем особо не примечательный. Единственное, у него присутствует регенерация здоровья, и он бьет ядом. Вот, уязвимый все к серебру, в идеале, если у вас есть серебро, эффективнее всего, конечно, серебро использует. Против всех вот подобных существ, потому что вам просто самим же будет проще против них драться. Я вижу некоторое количество предметов, давайте их заберем. Тут золото, собственно, и зелень невидимости. Собственно, маг погиб, судя по всему. И, кстати, еще один плащ мерцания. Как вариант, кстати говоря, попробовать получить талант мерцания на постоянке, либо у нас он вроде есть. Давайте посмотрим вместе с нами талант мерцания у нас на постоянке. То есть, мы зря ее подняли. Книга, кстати говоря, какая-то. Давайте ее прочитаем. Радужная вывода, где ее не знали. Заклинание ускорения. Кстати говоря, одно из самых полезных заклинаний для ваших питомцев. Обнаружение еды, оно бесполезное, потому что... Ну, единственное, вот можете лошадь покормить, чтобы она просто... Как говорится, мы наверняка давно ее не кормили, просто чисто покормить лошадь. А лошадь просто покушала. Там тысяча еды, достаточно большой объем. Темные очки, если же быть, дают харизму, да? Да. Собственно, увеличение харизмы. Ну, в принципе, как вариант, их можно использовать для перекрафчивания, но проблема в том, что она прощается не в очки, а во что-то другое. Поэтому она не всегда полезная вещь, а лошадь со стрелой ничем особо не актуальна. Она встречается на низких уровнях, на высоких уровнях она менее страшная. У вас очень сильная защита, чтобы просто ее даже замечать. Ну, в принципе, как-то так. Что касаемо кольца, мы тут какое-то медное кольцо было заслабленное. Нашли, давайте его переоденем и посмотрим. Это талант конфликтности. По поводу таланта конфликтности, один из самых полезных талантов на высоких уровнях, то есть на ближе к сороковому. Почему полезные? Потому что благодаря таланту конфликтности ваши враги, как и ваши друзья, будут, ну, точнее, не ваши друзья, но, по сути, и ваши друзья тоже, да, между собой драться. То есть, если у вас очень много наемников, и вы одеваете талант конфликтности, то они просто между собой начнут грызться. Но это крайне полезное кольцо или талант, умение, как вы назовите, как угодно, в толпе. То есть, если вы встаете в толпу, одеваете конфликтность в виде кольца, например, то у вас ваши враги будут между собой грызться. На некоторых этапах, вот, например, чтобы сдвинуть стражников, которые блокируют проход, талант конфликтности очень сильно вам может помочь. Почему? Потому что вы просто благодаря этому таланту просто элементарно пройдете дальше. и не будете останавливаться на том, что вас там блокируют стражники. Самые обычные стражники, которые респаумят, собственно, торговцы, чтобы вы понимали, где торговцы, он, наверное, нет его, да? А, нет, вот он, вот здесь, вот, собственно, оружейник, который сейчас... Они респаумят стражников, если на вас будет висеть розыск. Либо вы его проатакуете. Вот этот, собственно, будет респаумить стражников. Либо вы можете стражников увидеть в этом гномием городе, так называемый. До пятого уровня он присутствует, ответвление от основного данжа. Чтобы вы понимали, где он находится, вот, собственно, открываю общую карту. И вот, собственно, копия, он называется. И вот, собственно, шахтный город. И вот тут присутствует большое количество стражников, которых вы могли бы видеть. Но они подвижные там. А есть стражники, которые фиксированы и стоят. И вот вам нужно пройти дальше. Вот как, например, на Черном рынке. То есть на Черном рынке нужно пройти дальше, а там стоят стражники. То есть вы просто нажимаете конфликт, и стражники между собой грызутся. Они грызутся между собой, и в конечном итоге кто-то кого-то убивает из стражников. Ну, их двое. Если он один, вам просто нужно кого-то сагрить на него. Просто любого мимо проходящего боба, даже враждебного к вам, вы просто агрите на этого стражника, потому что он в любом случае за счет конфликтности, он будет агриться на него. Они между собой дерутся, кто-то из них там побеждает, вы просто добиваетесь этого стражника. Если вам это необходимо. Но в большинстве случаев стражники миролюбивые, поэтому их не стоит забивать. Исключение, если только у вас, я же говорю, стоит розыск, наказание розыска, то на вас будут периодически выезжать за вами армия, особенно при перезаходах. Но это прям отдельная история. Вот, собственно. Ну, ладно. Двигаемся, собственно, к выходу, чтобы мы на следующий раз уже смогли двигаться дальше. Ладно. Всем спасибо за просмотр. С вами был Андрей. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok